Альхамду лиллahi раббилла алямин Вассалату вассалам аля хайли халкихи Мухаммадин аля алихи и асхабихи Аджимаин Амма бааду ассаламу алейкум арахматуллахи ва баракату Уважаемые братья и сёстры жители города Буйнакска и Буйнакского района Позвольте в первую очередь передать вам слова приветствия от муфты республики Дагестан Уважаемые братья и сестры, мне в действительности сегодня очень радостно, на душе, потому что я не первый раз принимаю участие на маулидах, но сегодня день особенный. Сегодня здесь собрано очень много ученых-алимов, имамов. Смотря на джамаат, я вижу, что в вашем районе есть большая сплоченность и очень большая активность, уважение к ученым-алимам и их призыву. Я вижу, что нас сегодня вместе здесь объединила любовь к пророку, алей-салату вассалам. И дай Аллах, чтобы мы в судный день вместе с посланником Аллаха оказались в раю. Амин. Уважаемые братья и сестры, наши великие ученые-алимы проявили большое усердие в том, чтобы призвать нас и научить к тому, что нас приближает ко Всевышнему Аллаху. И мы все знаем, что Всевышний Аллах подчеркивает в Священном Коране, что из наших поступков и деяний Аллаху не нужны наши внешние образы. Аллах обращает внимание на наши сердца, на наше намерение, на нашу искренность в поклонении. И я не зря сегодня эту тему здесь затрягиваю. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что пишут ученые-алимы, чьи труды и имена стали основоположниками для того, чтобы сохранить нашу религию, ислам. Такой великий ученый, как Джалалудин Аль-Махали, в своей книге «Шарх-ль-Джам'ль-Джавамий» пишет следующее. «Аввалюль ваджибати аль-Ма'рифату». Он говорит, первичной обязанностью каждого верующего человека является познание Всевышнего Аллаха. «Ли анна мабна са ириль ваджибат», так как основа и фундамент, на котором строятся все другие обязательные наши поступки, является познание Всевышнего Аллаха. Ибн Хаджар Аль-Хайтами в своей книге «Аль-Фатава» и «Аль-Хадисия» пишет следующее. «Инна ль-Улемаа, инна ма яшрафуна аля кадри шарафим алюмихим». «Воистину ученые и алимы, они почтенны, они возвышены согласно тому, что они знают, что они изучили». «Однако те науки, которые они изучили, их возвышенность рассматривается, смотря на цели, которым приводит эта наука, для чего их изучают». «И далее он говорит, та наука, которая связана с познанием Всевышнего Аллаха, является наипочтеннейшей наукой, а обладатели этой науки наипочтенными рулемаами, самыми возвышенными из числа алимов». «Познание же Всевышнего Аллаха можно получить двумя способами. Одно это изучая через книги, посещая муаллимов. Мы можем узнать то, каким образом защитить наше вероубеждение, построить его правильно, чтобы нас не вводили в заблуждение относительно Всевышнего Аллаха и его атрибутов. «Но есть другое познание Всевышнего Аллаха, познание силою имана, богобоязненностью, следованием тому, чему ты изучил, познание, которое притягивает часто и зикр, поминание Всевышнего Аллаха». И об этом пишут ученые-алимы. Они говорят, что это наука, которая приводит к познанию Аллаха, даже самого простого, невежественного в религии человека. В чем сердце есть иман, вера в Аллаха и следование пророку, алей-иссалату ассалам, он может достичь высоких степеней богобоязненности, близости ко Всевышнему Аллаху. И это наука, наука-тасауф, которая воспитывает в человеке благие нравы, очищает его сердце от пороков, скрытых болезней сердца. Ибн Хаджар об этом пишет следующее. В своей книге «Тухфату-ль-Мухтадж» в разделе книги «О наследствах» он говорит следующее. Наука-тасауф, которая является или на котором основывается очищение внутреннего сердца от пороков и приукрашение внешних поступков благородными нравами, «Хуа-афлалюль-Улюм» — это является наилучшей из наук, наипочтенной из наук. Это пишут великие ученые этой умы. Шейху-ль-Ислам Закар-эль-Ансари ученый, шейху-ль-Ислам этой умы, учитель Ибн Хаджара, учитель имама Рамли. Он говорит следующее. Для того, чтобы человек пришел к познанию Всевышнего Аллаха, ему необходим учитель, необходим шейх, который достиг совершенства в своих нравах, в познании Аллаха и умеет обучать этому других. Далее он пишет. То тогда, говорит шайтан, он подвергает к тому, чтобы шайтан его ввел в заблуждение. Шайтан выступает в роли шейха и вводит этого человека в заблуждение. Я хочу вам привести несколько целей пути Тасауфа, которые упоминает имам Ан-Навави в своей книге «Аль-Максиду-ль-Асна». Имам Ан-Навави в своей книге пишет, что усулы тарика Тасауфа, то есть основы пути Тасауфа, это те пути, к которым шейх, обучая, приводит Мурида, их пять. Первое, он говорит, шейх воспитывает Мурида и приводит его к богобоязненности Всевышнему Аллаху, как внешне, так и внутри, в сердце. Следующее, это исследование сумни посланника Аллаха, алейх салату вассалам, и в словах, и в поступках. Следующее, это отвернуться от людей, не обращать внимания на людей, если даже они тебя примут или отвергнут. Следующее, быть довольным Всевышним Аллахом и Его предопределением. И уповать на Всевышнего Аллаха и обращаться к Нему, фи ссарра и в адбарра, и в трудности, и в радости, и в горе, и в беде. Уважаемые братья и сестры, мы знаем, что Всевышний Аллах милостью для наших земель, для республики Дагестан. Вот уже более 200 лет сделало, что у нас есть истинные духовные наставники, шейхи. Я это говорю неспроста, подумайте внимательно. В истории ислама более чем 1400 лет. Чистый Тасауф и шейхи Тасауфа в Дагестане находятся примерно около 200 лет. Это начиная с Исмаила Аль-Курду Мири, это также Мухаммад Аль-Яраги, Джамауддин Гази Гумукки, это Абдурахман Хажи, это Сайфула Хады Кудеса Сирруху, с Хасан Устар и по цепочке до Саида Афанды и его преемники, которые сегодня у нас есть. Ранее наши ученые алимы выезжали за пределами Дагестана. Мы знаем, что в Узбекистане родился Мухаммад Акшубанд и было очень много шейхов. После мы знаем, что путь Тасауфа и истинные шейхи были в землях Индии, далее в землях Шама и оттуда в Татарстане, Башкортостане, на этих землях. И только позже, в период Сайфула Хады из Татарстана, истинные шейхи, и этот путь перешел в Дагестан. И точно так же со стороны Шама через Исмаэль Курдумири перешел в Дагестан. И чтобы мы с вами этот путь могли сохранить, чтобы он остался и Аллах не забрал у нас этот ниомат, мы должны проявить уважение к нашим шейхам, мы должны следовать за ними, и мы должны придерживаться их пути. Если мы будем держаться за это благо, Аллах нам его сохранит. Ведь Всевышний Аллах говорит, если вы будете следовать, если вы будете соблюдать, если вы будете благодарить, Всевышний приумножит нам эти блага. Ее обратно, если мы будем пренебрегать, то Аллах может этого лишить. Мы можем лишиться этого. Поэтому, уважаемые братья и сестры, пока Аллах нам дал эту возможность, его нельзя упускать. Нужно следовать за истинными шейхами правильного пути. И до сих пор мы знаем, сколько событий произошло и в мире, и на Кавказе, и у нас в республике Дагестан. Но те люди, которые следовали машаихам, следовали духовным наставникам, Аллах их удивительно уберег от разных последствий. Если даже кто-то и подвергся испытанию или лишению жизни, то это были те люди, которые помогали истинным шейхам против проявления идей экстремизма и терроризма, которые пытались обмануть нашу молодежь. Дай Аллаху Та'ала нам тавфик, чтобы мы это поняли, приняли, исследовали, чтобы Аллаху Та'ала сделал дороже каждому, кто посетил сегодня этот маджлис и был намерен сюда прийти. Баракаллахуфикум, вассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракату.